В зале ДК имени Воровского собрались люди, которые в любое время готовы помочь тем, кто в этом остро нуждается. Волонтёры-медики, спортивные добровольцы, активисты, собирающие гуманитарную помощь для передачи мобилизованным гражданам. Одна из них – Маргарита Удалова. Её мужа призвали выполнять воинский долг 27 сентября. Девушка, которая сейчас находится на седьмом месяце беременности, решила не сидеть, сложа руки, а действовать. Буквально за пару дней она организовала пункт сбора гумпомощи на улице 100-й Свердской дивизии. Мы занимаемся сбором гуманитарной помощи для наших ребят. Развозим их по частях гуманитарную помощь, помогаем до комплектации наших мобилизованных ребят. Мы создали свой телеграм-канал, называется «Отряд Раменская», своих не бросаем. Там уже за три недели больше 500 человек, и все принимают какое-то участие. Сегодня в Раменском развернулось несколько пунктов гуманитарной помощи. Основной находится в ДК «Орбита». Многие неравнодушные горожане приносят продукты питания, медикаменты и вещи, необходимые военнослужащим. Волонтеры передают их в учебные части, где служат солдаты. Также они приходят в семьи помогать тем, чьи братья, мужья, отцы участвуют в специальной военной операции. Мы понимаем, что они остались иногда в таких ситуациях, где помощь действительно нужна. Это не только выплаты, это и помощь в связи с тем, что именно в это время, когда ушли, не завершили, не успели ремонт, не успели сделать какую-то очень важную работу, которую теперь без кормильца сделать гораздо труднее стало. И вот здесь на помощь появляемся мы для того, чтобы эту печаль, будем так говорить, эту сложность жизненную решить вместе с теми, кто нас в этой помощи просит. Как известно, коронавирус не дремлет. На церемонии награждения волонтеров отметили тех, кто помогал и помогает в борьбе с пандемией. Отдельно стоит сказать о добровольцах, которые участвуют в обеспечении безопасности на железной дороге. Всего за работу на благо общества наградили два десятка волонтеров. Виктория Самойлова, Сергей Григорьев и Егор Кабанов. Для программы «Городские вести». «Городские вести» «Городские вести» «Городские вести»